Для этого урока нам понадобится с вами все оборудование, которое у нас есть. Это мяч. Накачайте его посильнее, он должен быть достаточно жестким. Шипованный или гладкий мяч, главное, чтобы он был твердый, диаметр где-то 9-10 см. Ролл. Я предпочитаю мягкие роллы для того, чтобы не было слишком большого давления и не было травмирования соединительной ткани. И вам понадобится подушка, либо какое-то свернутое одеяло, все, что вы можете положить себе под таз. Начнем мы с того, что расположимся передней поверхностью бедра на ролле. Если у вас диастаз, и вы знаете, что в положении планки вам находиться трудно, вы можете положить на ролл одну ногу, вторую согнуть к себе, немножко снять нагрузку с пресса. Итак, вы кладете ролл чуть выше коленей, расслабляетесь, максимально расслабляете ноги и медленно-медленно, издевательски медленно, начинаете ползти постепенно назад-назад, доходя прямо до лобковой кости и обратно, плавно возвращаетесь. Почувствуйте, что в этом движении вы позволяете как будто роллу сдвигать ваши мышцы друг относительно друга. Мы в этот момент, здесь могут быть достаточно яркие ощущения, мы в этот момент с вами даем возможность нашему телу улучшить гидротацию нашей соединительной ткани, наших фасций и дать возможность стать более эластичными всем соседним регионам окружающих тазовое дно. Это очень важно, потому что тазовое дно у нас никогда не бывает одно. Прокатились несколько раз еще. Почувствуйте, что вы действительно расслабляетесь, стопы расслаблены, бедра расслаблены, у вас нет напряжения в теле. Если чувствуете, что это дико больно, опять же, делайте облегченный вариант, как я показала сначала. Прокатились. Теперь приподнимаем таз, кладем ролл себе под внутреннюю поверхность бедра, кладем его под колено. Колено достаточно сильно сгибаем к себе, чтобы было комфортно и удобно. Если нога будет вот туда-назад направлена, вы просто не докатитесь до таза. Поэтому поднимайте ролл повыше. И также расслабляем хорошо ногу, и мы прокатываемся по внутренней поверхности бедра, начиная от колена и доходя до паховой области. Можно заходить, прям касаясь практически таза. И плавно-плавно возвращаемся обратно. У каждой из вас здесь будут свои болевые точки. Кто-то скажет, что ему вообще легко и хорошо, и никакого напряжения нет. Кто-то из вас скажет, что просто дико стреляет все, что ближе к паховой области, к тазу. Кому-то будет больнее возле колена. Это все результат нашей с вами и каждой индивидуальной биомеханики движения. Попробуйте найти в своем теле свои точки, триггерные точки, которые дают о себе знать, и побудьте в них чуть подольше. Если вы нашли эту точку, задержитесь в ней, подышите немножко, покачайтесь в немаленькой амплитуде на этом уровне, на уровне этой точки, попробуйте направить туда дыхание, сознание свое, и все-все-все внимание переключить. И плавно сдвигайтесь. Во всем миофасциальном релизе не должно быть быстрых и резких движений. Если вы двигаетесь быстро и резко, вы только травмируете все свои зоны. Если вы чувствуете, что на роли вам достаточно комфортно, вы можете взять мяч маленький, который у нас шипованный, и точно так же положить его под внутреннюю поверхность бедра. С другой ногой продолжаем то же самое. Переложили ролл под правое бедро и прокатываемся до паховой области и плавно сползаем обратно, не давая себе возможности ускориться и сделать это очень быстро. Представляете, как ролл проникает максимально глубоко к костям, как будто ткани для этого, вашего тела, мышцы. Все должно быть расслаблено. Переводящая группа мышц, она напрямую вплетается в зону тазового дна, уходит потом в поперечные мышцы живота, и это та зона, которая оказывает максимальное влияние на работу нашего тазового региона. Остаемся здесь и спокойненько дышим, находим те точки, где вам особенно хорошо, мягко говоря, и качаемся вправо-влево. Дальше у нас идет такая зона, как расслабление лобкового симфиза. И здесь важно правильно выбрать жесткость, если вам нужно положить ролл прямо на лобковую кость. Край ролла может упираться в живот, в принципе, практически до ребер вы можете располагаться. Чем ближе он к ребрам будет находиться, тем меньше давление на сам лобковый симфиз, поэтому выберите свою амплитуду. Если вам жестко очень вылегли, понимаете, что вы не можете расслабиться, используйте мягкий мячик, положите лобковую кость на этот мяч. Здесь не должно быть сильного давления, но мы хотим сделать мягкий массаж этой области, потому что на уровне лобкового симфиза у нас сходятся все слухожилия, все связки, которые держат таз, нам нужно его расслабить. Но важно, если у вас был симфизит во время родов, болел лобковый симфиз, то эту технику вы не делаете. Делайте лучше повторно приводящие мышцы бедра, расслабьте. Покачайтесь чуть-чуть вправо, влево. Попробуйте подышать в этой области, расслабиться и дать возможность скольжения тканей вокруг лобкового симфиза во всех направлениях. Отдохнули, полежали. Можете поставить эти видео на паузу и полежать еще или поделать еще упражнение, если вам этого хочется дополнительно. Мы садимся вертикально на мяч. Что мы здесь хотим? Мы хотим, чтобы вы максимально вертикально сели, если у вас это не получается сделать с такой постановкой ног. Вы можете сесть по-турецки, либо вы вообще можете взять и положить мяч на стул и сесть на мяч на стуле, для того, чтобы максимально выровняться. Садитесь, но мне удобнее все-таки вот в этой позиции, иначе я качаюсь очень. Садитесь, и задача здесь – попробовать позволить мячу приподнять вашу область промежности, все сфинктеры и зону мышц тазового дна наверх. Покачайте тазом слегка вправо-влево. Это хорошо расслабляет сухожилие, центральное сухожилие тазового дна, на котором, по сути, держится наше все. Это такая зона между двумя восьмерками, между восьмеркой ануса и восьмеркой влагалища, перекрестное такое напряжение, где сходится все напряжение, все давление на область малого таза, и нам важно, чтобы эта зона была эластичной. Поэтому с помощью мяча мы хотим этому поспособствовать. Это также можно выполнять, если вы не чувствуете ничего на мячике, вы можете попробовать сесть на ролл с таким же успехом. Если жестко на ролле положить полотенце сверху или что-то, попробовать здесь же именно расслабить зону между вот этими двумя сфинктерами. Попробуйте ее нащупать, погрузиться в нее хорошо и побыть какое-то время для того, чтобы сделать ее более эластичной, эта зона. Но мы в целом всем миофициальным релизом хотим добиться эластичности тех поверхностей. Здесь не нужно долго находиться, буквально 2 минуты максимум. И мы переходим, берем шипованный мяч, у нас еще осталась зона ягодиц непроработанная. Вы сейчас кладете мяч их себе под одну из ягодиц туда, где находится задний карман джинс. Вот прям представьте эту зону, и вы по этому заднему карману джинс сейчас проходитесь. Вперед, назад, вверх, вниз. Вес остается у нас на руках или ногах. Если вам очень жестко, вы чуть-чуть сильнее на руки, на ноги переходите, если чувствуете, что комфортно, то прям максимально погружаетесь в мяч. Регулируйте силу давления с помощью мячика. Ягодичные мышцы, в частности, ну не ягодичные, а зона ягодичных мышц, в частности, грушевидная мышца бедра, грушевидная мышца, она вплетается в мышцы тазового дна непосредственно. И поэтому весь этот регион фасциально очень сильно связан с мышцами тазового дна, и нам нужно обеспечить плавное скольжение всего этого региона, и чтобы не было никаких зажатых зон. Также прокатайте обязательно все вдоль крестца, прям вдоль косточки, сзади покатайте. И попробуйте покатать от крестца наружу в сторону бедра и обратно. Еще раз, от крестца наружу в сторону бедра и обратно. Делайте весь комплекс мяофасциального релиза своей такой ежедневной приятной привычкой. Буквально 15 минут, а для тела это такая гигиена. В другую сторону то же самое. Находим задний карман джинс и прокатываемся по мячу вверх-вниз по этой зоне. Да, у нас мяофасциальный релиз, он должен присутствовать в нашей жизни так, как, не знаю, зубная щетка присутствует на регулярной основе. Это позволяет вам постоянно поддерживать уровень увлажненности и уровень эластичности ваших тканей в норме, в соответственной здоровье. Подвигались вверх-вниз и прокатываемся вдоль крестца, прям вдоль косточки. Хорошо, хорошо. Опять же, могут быть ощущения разные в правой и в левой ягодице. Покатались вверх-вниз и покатались от крестца наружу. От крестца наружу. Прямо несколько раз прокатились. Прекрасно. Оставили ягодицы, возьмем ролл, положим под грудной отдел, руки убираем за голову в замок, приподнимаем таз и на вдохе мы прокатимся прям по роллу вплоть до головы, приподнимая голову руками, совсем немножко катимся до нижней границы ребер. Если у вас диастаз, вы все равно можете делать это упражнение, главное не поднимайте голову слишком высоко, вы можете в принципе с прямой спиной практически кататься в одну, в другую сторону. Полежите, покайфуйте, позвольте вашим разгибателям спины немножко расслабиться и стать опять же более эластичными. На вдохе катимся к шее роллом и на выдохе ролл перекатываем в сторону поясницы. Мне кажется, укатываюсь из кадра. Еще раз. На вдох и на выдох. Покатались. Остались в той точке, где вам особенно хорошо и комфортно. Попробуйте расслабить голову, положите голову в руки. И сохранив голову в руках, прокатитесь вдоль позвоночника, но при этом таз как будто ползет прямо над полом. То есть вы в таком разгибании прокатились до комфортной позиции и также плавно обратно вернулись. Вы можете задержаться в этом упражнении еще на одну-полторы минутки, побыть здесь. И переворачиваемся и идем дальше. Ложимся боком на ролл. Кладем ролл ниже подмышки на ребра. И мы здесь с вами подвигаемся на уровне зубчатых мышц, на уровне межреберных мышц, всех мышц, которые отвечают у нас за полноценное движение, дыхание грудной клетки. Хорошо, прям могут быть очень болезненные ощущения, некомфортные, можно стрелять, тянуть в руку. Если устает шея, можете эту руку положить себе под голову. Просто покачайтесь вперед, назад на ребра и обратно. Главное, не зажимайте свою молочную железу и не заходите на область лимфоузлов подмышечной впадине. Прокатились, остались там, где особенно ощутимо. Немножко подышали на вдохе, как будто толкнули ролл от себя, на выдохе вернули. На вдохе оттолкнули от себя, выдох, вернулись. И еще вдох, выдох и вдох. Поменяем сторону, делаем то же самое. Ложимся, руку кладем сюда и точно так же двигаемся вверх-вниз несколько раз и начинаем двигаться вперед-назад, вокруг. У меня вот с этой стороны побольнее будет зона с правой стороны. Руку оставляем под головой, если голова, шея устает. Качаемся, находим удобное положение для ролла. Ну так, не совсем удобное, но ощутимое. И останавливаемся на ребрах, немножко подышим вдохом, толкаем ролл в сторону локтя и выдох. Расслабляемся, катим его немножко в сторону таза. Еще вдох и выдох. Отлично. И мы переходим сейчас с вами к упражнению на расслабление диафрагмы. Берем с вами подушечку и переползаем к стене. Аккуратно заходим боком на нее, закидываем ноги и приподнимаем таз, кладем подушку прямо под крестец. Из этого положения мы будем работать с вами с диафрагмой. Если ноги вдруг устанут, вы можете их согнуть, положить в позу бриллианта. Что мы делаем? Мы берем свои пальчики и кладем на уровень ребер. Реберные дуги изнутри находим как бы ее. Делаем вдох. Ощущаем, как движется грудная клетка и живот. На выдохе мы расслабляемся, не напрягая живот. И залезаем пальцами под ребра, находим здесь диафрагму свою. Хорошо, если бы у вас ногтей не было длинных. И держим ее, как будто немножечко растягивая в стороны. Оба ребра прям такое движение совершаете, разламываете. И потом, когда вы делаете вдох, пальчики аккуратно вытаскиваете из ребер. Делаете полный вдох грудью. И на выдохе переставили пальцы на соседний регион. И делаем выдох. И опять пальцы ныряют рядышком в новое место. И снова мы здесь держим диафрагму. Могут быть болезненные ощущения, могут быть дискомфортные. Могут с одной стороны быть ощущения, с другой не быть. Здесь у нас идет крепление диафрагмы. Мы хотим все эти места крепления немножко проработать. Мы мягко скользим и растягиваем их по грудной клетке изнутри. И вдохом позволяем вытолкнуть вдоху ваши пальцы. Переставляем следующую, соседнюю зону. Выдохом позволяем пальцем провалиться. И точно так же держим. Может быть немножко страшно выглядит. Но это, поверьте, не так страшно, не так больно. Но основная дыхательная мышца наша не должна быть в спазме. Хорошо бы полежать в этой позиции хотя бы 2 минуты для того, чтобы можно было качественно проработать всю диафрагму. После чего мы сделаем несколько вдохов и выдохов, подышим. И аккуратненько через бок поднимаемся. Ну и, собственно, на этом наш с вами урок закончен.